Слава уже не впервые просит отвезти его в живой уголок. Где еще в нашем городе можно увидеть так много животных и птиц? Конечно, кто-то к себе не подпускает, а вот оленей можно даже угостить морковкой. Мальчишке интересно наблюдать за животными так близко, а больше всего нравятся кролики. Я сюда пришел с бабушкой, дедушкой, но мне просто захотелось еще раз посмотреть на животных. Мне кажется, детям точно было бы интересно, потому что приездить нет зоопарков других. Всего в уголке живой природы 25 видов животных, у каждого из которых своя история. Самые ценные обитатели пятнистые олени. Грациозная пара была куплена в Гродненском зоопарке. Фазанов и павлинов приобретали у частного заводчика. А лесят Васю и Василису просто принесли люди. А вот лошади и ослик хорошо знакомы брещанам. Ведь это они катают детишек на городских праздниках. В этом году уголку живой природы исполняется уже 15 лет. А значит, в самом время показывает, что для жителей и гостей города это место отдыха и позитива необходимо. Этот уголок живой природы функционирует с 2006 года. Идея была Петра Петровича Прокоповича, когда он был на открытии в 2006 году, по случаю 100-летия, вот он такую идею выдал, что желательно было, чтобы детям что-то было, где можно было посмотреть курицу, оленя, павлинов и так далее. Вот эта идея была воплощена мной уже непосредственно в жизни. Животное находится под присмотром. В штате есть ветеринарный врач, который следит за состоянием их здоровья и делает необходимые прививки. Серьезно здесь относятся и к питанию обитателей. На зиму было заготовлено больше тонны зерна, полторы тонны моркови, 14 тонн картофеля. Некоторые продукты закупаются по мере необходимости, чтобы угодить всем питомцам. А вот носухи Лиза и Гоша по своей натуре всеядны. Они едят мясо, овощи, не откажутся и от печенья. Работница зоопарка Татьяна Григорук любит их также за добрый и дружелюбный характер. Самые контактные – это, наверное, у нас козы-овцы. Их тоже посетители очень любят. А из моих животных любимые – это носушки. Почему? Почему? Потому что они милые, прикольные зверюшки. У каждого посетителя свой любимец. Будь то пятнистые олени или гордые павлины, пушистые кролики или любопытные камерунские козы, носухи, лисята. Эти милые животные тоже любят общение с человеком и будут рады и детям, и взрослым в любую пору года. Поэтому позитивного настроения хватит на всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!